Ущелье Хапкал находится на одном из склонов Плато-Димеджи. Хапкал в переводе с тюркского языка означает «волчья пасть». Высота склонов ущелья доходит до 1280 метров, и это уже выше, чем знаменитая гора Айпетри. Спускаться по ущелью Хапкал долго и трудно, не говоря уже и о подъеме. Но совсем недавно мы стали использовать для подъема нанятые уазики. И в этот раз мы решили подняться на них, но до этого мы решили пройтись вверх по речке Луузин по многочисленным каскадным водопадам и ваннам молодости близ водопада Джур-Джур. Дорога ведет нас к водопаду мимо знаменитого трехсотлетнего бука, у которого снималось множество знаменитых советских художественных фильмов. Естественно, всем ребятам непременно захотелось залезть на это чудо-дерево. Но самое удивительное, что залезть можно на него и совсем экзотическим способом. Через дупло в основании бука и пролезая внутри самого дерева вверх, вылезти уже на самом дереве в трех метрах над землей. Тёмфий, как ты там? Где ты там? Здесь я. Ага, кто-то лезет, видно, видно. Ну и чего дальше? Так, товарищ вылез. Вот и все. Так, это Денис у нас по лесу. Денис, говорят, ты не пролезешь. Шансов нет у тебя. Так, один вылез, а второй еще лезет. Денис, как ты там? О, он тоже вылазит. О, вылазит. И вот, повисев на дереве пару минут, мы уже направляемся по направлению к самому мощному водопаду Крыма Джурджур. Водопад действительно самый мощный в Крыму. Водосброс составляет в среднем 500 литров в секунду, а по весне, когда тает снег, доходит до 1 тонны в секунду. Купаться непосредственно под водопадом категорически запрещается охранниками. По причине того, что вместе с водой, почти с 20 метров высоты, могут падать и камни. Накупаться в ваннах молодости, это в своеобразных чашах, в маленьких озерах, образовавшихся под струями бесчисленных каскадов реки Улу-Узень, никто не отказывается. Единственное но в этом, что температура воды может составлять всего 9 градусов по Цельсию. Субтитры подогнал «Симон» Как говорится, на падающую воду можно смотреть бесконечно. Но мы, пробовав у водопада не более 15 минут, пошли дальше, вверх по реке. Шум от удаляющегося водопада потихоньку стихает. А мы попадаем в смешанный, в основном буковый лес, с довольно крутыми склонами вдоль реки Улу-Узень. А вот и показались первые ванны молодости и немногочисленные купающиеся из экскурсионных групп. Но путь наш лежит значительно дальше, куда не доходит ни одна из групп туристов. Жарко, но зато как приятно умыться такой прохладной, кристально чистой и горной водичкой. Просто поражаешься необычайной чистотой воды. Кажется, что вот здесь глубина ее составляет всего сантиметров 30, а на самом деле более чем полтора метра. Сделав непродолжительную стоянку, снова в путь. Начинается легкий экстрим. Так. Легкий экстрим. Женя. По сторонам. Сколько их? Много. Что-то вы каким-то трудным путем пошли. Он, Женя, самым нормальным путем. Одна плана. Во, и вперед. А вот и первый горный родник с чистейшей, практически ледяной водой. Вода необычайно вкусная. И даже если ты просто не хотел пить, и отхлебнув всего лишь один глоток, дальше остановиться уже практически невозможно. Эту воду хочется пить и пить без остановки. Пополнив запас воды, снова на подъем. Поначалу дорога сравнительно пологая, не крутая, но знаем. Дальше будет совсем не так. Час пути позади. Мы поднялись уже на значительную высоту. Здесь уже никогда не бывает никаких организованных групп туристов. Хотя и встречаются иногда одиночки любителей горного хайкинга. На пути очередное небольшое озеро. И тут мы увидели то, чего уж совсем не ожидали. Это небольшую рыбу, величиной всего с две ладошки. Предварительно предположив, что это форель. Потрясающе, невероятно. Это сколько же трудностей нужно было преодолеть этой рыбешке, чтобы попасть сюда, двигаясь от моря вверх по реке. И в этом же озере, называемом Ванной Молодости, ребята и решили искупаться. Температура воды плюс девять. Ну, поехали, вперед. Моя очередь. Моя очередь. Вот. Моя очередь. А вот Женя и Денис так и не смогли преодолеть свой страх перед холодной водой, которой и бояться-то нечего. Это вода, это здоровье. Так, после купания, мы решили чайку заварить. Сейчас сделаем. Чаек? Да. Ой, он уже кипит, он уже кипит. И мы его сейчас будем пить. Так, с пирожками, с вишней. Денис, как пирожочки? Еще бы. А вишня натуральная? Немного отдохнув и перекусив, снова в путь. Наша цель – это достигнуть большого 60-метрового каскадного водопада, а далее назад. Ведь еватая, еле заметная тропинка, ведущая по обрывистым берегам речки, заставляла нас неоднократно форсировать реку в обоих направлениях. Дорога, по мере нашего продвижения вперед, становится все сложней и сложней. Но ко всему постепенно привыкаешь. И вот уже Алексей прыгает по камням и порогам не хуже самого Тарзана. Но, несмотря на все это, мы понимали, что к 60-метровому водопаду нам сегодня не попасть. По причине неуспевания нашего возврата в контрольной точке у водопада Джур-Джур, где нас будет ждать уазик, на котором мы будем подниматься по лесу на самую вершину ущелья Хапкау. И все-таки слишком медленным оказался наш подъем и долгими стоянки. И мы поворачиваем на обратный путь. А впереди уже показался недавно пройденный нами водопад Джур-Джур. А он даже живчик еще не ест.